В этом видео я для своих друзей подготовил много загадок и испытаний, по прохождению которых они получат цифры, образующие координаты. Сейчас команда первая соберет координаты, приедет туда и откопает клад, получит 200 тысяч рублей. Наличными. США! Смотрите, цвета вам даны не просто так. Когда вы приезжаете в ту или иную локацию, вы должны будете делать все, что соответствует вашему цвету. Цвет противника вы не можете брать. Допустим, может быть такое, что в какой-то локации есть два конверта. Один синий, один красный. Это как с гусями, вот эта сказка. Один серый, один белый. А ты в нашей команде? Эй! Так команда, которая решит все загадки первым, они получат деньги. Смотрите, я вам дам сразу первые две цифры, которые нужно запомнить. 55. Это начало координат. Просто числа будут друг за друга. Первая локация, на которую вам нужно приехать, она находится под землей с цифрой 42. И чтобы попасть туда, вам нужно принести с собой предмет. Какой именно предмет, вы пишите мне. Я сейчас уйду, поеду на ту локацию. Вы должны будете написать мне, как мы помните, игру в коробку играли. То, что нужно да, нет, вопросы задавать да, нет. Я буду вам по очереди отвечать и вам нужно купить этот предмет и привезти туда, чтобы туда попасть. Моготь лить вина. Ну, типа того. Под землей 42 это все, что ты нам сказал? Это просто, да. Ну, вы поймете. Под землей 42. Подумайте, что может быть под землей. Вам нужно додуматься. Спустя какое-то время, если вы слишком будете сильно тупить, я буду давать вам подсказки. У вас даже машины нет. А все знают это? Ну, они догадались, я вам скажу так. Держать машину, Илюх, смотри. Сколько она заряжает? Час. Но мне Илья не сказал, что нужна машина. Подожди, ну ты же экстрасенс. Какой экстрасенс? Я наебочек, блядь. Подожди, это какая-нибудь курская, блядь, чая. Нет, 42 что-то значит. Ты загуглил? У каждой станции есть цифры. Я спросил Илю, 42 станции метро, он по-смеянски, он не ест. Мы едем, короче, мы сейчас с Андрюшкой едем заряжать машину, потому что, ну скажем так, фору мы им дадим в команде. Фору в час. Ну первую локацию мы точно проехали. А еще предмет надо, Лех. Врежешься. Ладно, погнали, Андрюх. Простите, парни. Этих лузеров. Убери только, а то мы не проедем. Э, где ручки? Нажми, блядь. Сейчас нам тоже постовую сделают, блядь. Не рой яму другому, сам в нее попадешь, как говорят. Под землей 42. Под землей 42. Ну что может жить, подождите, 42 это может быть. Только метро под землей, а что второе есть? Ну 42 это глубина метра 42. Подожди, 42 это... Давай спросим у тети. Пожалуйста, не подскажете, нам нужно под землей 42. Загадка такая, нам туда надо ехать. Место под землей находится, цифра 42. Что это может быть? Локация. А адрес какой хотя бы? Вот нет. Сказали, локация под землей находится. И цифра 42 вам нужно найти, что это такое. Напрямую говорите с нами. Ну я говорю, если вот напрямую считать, что это под землей. Тут нет ничего. Ну ладно, спасибо. Спасибо большое. Он за их команду. Андеграунд это не броки в протертых штанах. Бабушку убил. Это не я таксист ее убил, я рядом. Надо гуглить. Может надо это очень быстро говорить и оно типа... Под землей сургла, под землей сургла, под землей сургла, под землей сургла. Под землей сургла, под землей сургла. Как я ненавижу загадки, это первая из 18. Сегодня весь день будет. Смотри. Под землей нам? Тебя закопать надо? Может с этим... Давайте закопаем. Лопата нужна. Мы поняли, что тебя надо закопать. Так у нас мы в плюсе. У нас есть Андрюха в команде, у них нет. Илья спросил, будем ли мы писать какой предмет. Давай скажем нет. Мы знаем. До завтра. Я нарыл кое-что. Что за музон? Ща. Песня Валерия Сюткина. Спускаюсь я в метро ежедневно 42 минуты под землей. Это какой-то маршрут. Подойди. Это песня Валерия Сюткина. Подожди. Это наверное маршрут какой-то. Давай прочитаю текст песни. Давай. С утра в метро спускаюсь я. Там протекает жизнь подземная моя. Вперед лицом, назад спиной. Я еду 9 остановок по прямой. Нам надо здесь где-то в метро сесть и 9 остановок ехать? 9 остановок по прямой. Просто очевидно как будто было. А что это? Бункер 42. Бункер 42. А какой вопрос у меня был? Спроси. Это средство для защиты? Потому что что-то в той плоскости как будто бы. Нет. Говорит. Это бутылка молока. Это бутылка молока. Это бутылка водки. Радиация. Бункер. От радиации лучше всего помогает бутылка молока жирненького. И водка еще сверху. Прочи спроси это съедобное или нет? Это съедобное. Он написал съедобное? Сейчас. Это жидкость я пишу. Да. Это хороший вопрос. Нет. Нет. Подожди. Может быть арбуз? Попробуй. Да я просто пишу. Это фрукт? Да вот так. Так будет лучше обобщение. Да да да. Нормально нормально. Да. Он пишет да это фрукт. Фрукт? Это экзотический фрукт. Карамбала. Так что такое как будто база прям. Банан. Банан пиши. Потому что ты в команде и туда банан. Банан да? Да. Алло. Ну что вы догадались? Я хотел спросить. Ты слушаешь Валерия Сюткина? Валерия Сюткина что? Да. Включи ему дрэк. Он прикалывается. Можешь делать вид сколько хочешь. Просто. Валерий Сюткин а что? Валерий Сюткин. 42 минуты под землей чувак. Ну вы вообще не туда парни. Все гораздо проще чем вы думаете. Просто ближайшее метро от инвейзена. Правильно? Что под землей есть? Какие помещения есть под землей? Парикмахерские дешевые. Очень маленькие. Ильюша можно на территорию бункер 42 заехать на Таганке? Нет. А ты куда поставил машинку? Я еще не приехал. В смысле? А как вы банан успели купить? Забежали. Да это уже не так важно. По моим ощущениям Леха еще где-то в инвейзене курит кальян просто. Как когда вы бананы успели купить? Мне кажется бананы мы купили за минуту. Там просто я забегаю, а там мужик на кассе спит. Понял? Я влетаю в магазин, он просто подпрыгивает. Я вот так бананы ему швыряю. Быстрее у нас машина там. Самое интересное что ли я сам еще не приехал? Как они могли не приехать? Они зачем-то заезжали наверное тоже за бананами каким-то. У Валерия Сюткина песня 42 минуты под землей. Как еще может такое совпадение быть? И там он поет про метро. Смотри тебе говорят глубоко под землей помещение. Да бункер чувак 42. Квест. Отлично. Локации определились. Послушайте песню в Playhouse Kitkin и скажите, что я не прав. Х-х-х-х меня укойчала. Это тебе за мою бабушку. Бля хочу нарезку вот просто весь день. Вся наша часть это я говорю про бабушку. Эй-эй-эй-эй-уууууууууууууууууууууууууууууууууууууууаууууууууууууууууууууууууууууууу. «Чувак прости за бабушку, ты нечего не докажешь» Ну нам заходите ли его ждать, как думаешь? о луфи это тебе луфи привет это мы синяя команда вы кстати знаете почему бананы молодцы можем заходить ура мы приехали и ждем а могли бы вырвать как бы первенство а сейчас уже приедут как кошка его друг мангл морковка а ты себе пожрать просто захотел вот вот зачем просто придумал нам задание даже такого не говорил они купили уже догадались как они догадались они быстро догадали я могу гарантирует что они сегодня победят можно уже сразу деньги они искали метро оказывает есть короче песня какого-то исполнителя метро 42 под землей называется да они типа что-то да да помочь это 42 под землей но они короче искали текст типа что какая подсказка есть песни легкости ну она же была гадалка и экстрасенсом что-то на не придется она не предсказала куда поедет моя машина зато она предсказала мне твою смерть когда как в году слышь ну чуть-чуть осталось просто не реально на шару 24 ноября сколько мне осталось сегодня 8 внутри недели осталось я бы хотел чтобы до конца моей жизни деша корич сказал андрей ты мой друг андрей ты мой друг искрен а тогда нет о какой звук прикольный когда говоришь туда вот урон ком раз юра фокин юэсэй давайте вам сразу дам загадка загадка сразу сразу загадка смотрите локация бункер там множество комнат но это настоящий бункер до кого-то понять смотрите вам нужно будет найти что-то не грези пальцы не красиво много него понять вам нужно будет хочется найти таракана какой-то возможно предмет не поначалov что может рассказать о будущем не имея глаз и мыслей ванга там там ванга там ванга не негустите да она не имеет глаз о будучи рассказать о будущем не имея глаз и мыслей какое-то изобретение то есть вот например изобрели это машина времени без глаз мы угадали давай нет я даже вам не скажу что это Какое-то изобретение. Вам, вы сами должны будете догадаться. Шар предсказаний без глаз. Вот этот с восьмеркой. Восьмеркой. У него мыслей нет, не доказано. Таракан, говорящий без глаза. Давайте так смотрите. Алло, здрасте. Что же вы можете рассказать о будущем, не имеет глаз и мыслей? Куда звонишь? Понял, спасибо. Нет, не туда набрал. Я тут, кстати, слегка заболел. Сами понимаете, что в такой момент нет желания чем-то заниматься, кроме того, как лежать в кровати или играть в игры. Хочется себя порадовать и задонатить в ту или иную игру, дабы как-то поднять настроение. И я уверен, что каждый в этот момент столкнулся с проблемой, то, что нет возможности пополнить баланс Steam или чего-то другого. А знаете, я вам скажу, что такая возможность есть. Ведь существует такой прекраснейший сервис, как МТС-оплата. Что же это такое? Это возможность пополнения более 30 зарубежных игровых и стриминговых сервисов, таких как Steam, Xbox, PlayStation, Minecraft, Battle.net и многих-многих других. Я вот, например, пополнил баланс и купил себе новую игру про робокопа на ПК. С сервисом можно воспользоваться клиенту любого банка через СБП на сайте МТС-оплата. Я там еще нашел возможность оплатить свой любимый кронч-ролл. Вот смотрю, вонпис лежа в кровати. На сайте оплаты не надо вводить пароли или данные зарубежных карт. Все можно оплатить по логину российской карты. Полный безопасный сервис. Не отказывай себе ни в чем, если очень хочется. А также я вам желаю крепкого здоровья. Не болейте. Привет, мам. Я люблю тебя. Я на работе. Я люблю тебя. Я тебя люблю, мам. А что ты там? Где ты еще? Если я, мам, и умру при загадочных обстоятельствах, во всем виноват Леша Кореш. Квесты Бункер 42. Бункер 42 в Москве. Все, это квест? Да. Все. Вот и все. Это фрукт? Да. Яблоко? Я уже спросил про его. Пускал нет? Нет. Ананас. Подожди, а какой в квесте фрукт? Бананы. Кто может рассказать о будущем? Ну так, представим. Наверное, давай представим, что это что-то из прошлого. Возможно, может сказать что-то о будущем. В принципе, если так посмотреть, это у нас есть в настоящем. Может быть, это какое-то изобретение. Ядерное вот это изобретение. И оно, в принципе, приходит к тому, что в будущем что-то будет. Понял? Ну, поэтому, возможно, скорее всего, что что-то изобрели просто. Непонятно что. Я думаю, это с бананами что-то связано. Здравствуйте. У меня к вам загадка. Что может рассказать о будущем, не имеющая глаз и мысли? Искусственный интеллект. Нас ждет искусственный интеллект. Там первый в мире вот это уровень ролик. Так, подумать. Что может о будущем рассказать? Будущий сигнал может передать Азбука Морзе. Опа. Подождите. Там аппарат внизу стоит. Азбука Морзе? Работающий, да. Подождите. Азбука Морзе можно в будущее передавать сигнал? То есть мы можем прямо сейчас передать сигнал подписчикам, чтобы они лайк поставили на этот ролик? Так, но мы все еще загадку не разгадали. Давай все-таки разгонять. Разгонять ее. Ты не видел его реакцию? Алло, Алексей, вы проиграли. Я уже на таком уровне, что я делаю эту реакцию специально. Нет, нет, нет. Ты будешь здесь? Нельзя выходить? Ты не знаешь, что там снаружи. Может быть какой-то зомби-апокалипсис начался? Пусть они сейчас спускаются в полисице. А кстати, Дадила можешь на руках вниз спустить? Нет, не обязательно. Тем временем. Да, это банан. Да? Да. Там будут гориллы. Давай один возьмем. Не-не. А из них много маленьких, миленьких обезьяночек. Просто Aliexile не скидывает деньги после съемок. Выбьем. Прикинь, быстро бежишь от радиации, видишь туалет, думаешь, успею забежать. Есть легкое ощущение, что под землей и страшно от этого. Клоустрофобия некая. Мы реально прям. Мне тоже нет, но мы очень глубоко. Сейчас через Ван Кава будем самому проверять. А, блин. Ладно, нам обратно. О, это вам. Чтобы вы не потерялись. Они тоже должны по лестнице спускаться. Что-то есть, на? Если нет, продолжаем дальше. В кружок азбуки Мор захожу давно уже. Не подскажете, где она на карте? На карте? Это кто? Ну вот. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Ну это самая радиостанция. Да, да. Она там дальше. Олево. Поворачиваем. Не болтай. Так, тут у нас что-то есть? Схватиться может? Значит, аккуратим. Все нормально, пальцы. Руки, руки. О, блин. Вот. Зайдем. Как будто это то, что нам нужно. О, висоник. Это. О, это печатная машинка. Это же вот это. Это он, нет? Это вот это. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так делать? Нет, это не ту-ту-ту-ту. Понял. Ту-ту-ту-ту. Дальше. О-о-о. О-о-о. А что за звуки? Это макет. Макет натуральную величину. Первая советская атомная бомба. РДС-1. Нет. О-о-о. Первый в мире компьютерный клуб. Да. Мы раньше на таких играли, не то, что сейчас молодежь. Я помню, вот именно в свои годы, вот первый компьютерный клуб. Вот так мы сидели. И наушники вам. Здравствуйте. Нам сказали к вам прийти. О, хорошо. Так работает. Опа. А кто тоже у Эксайла снимается сейчас? А, здравствуйте. Я думал, я не так все странно, посмотри, я думал, что это массовка. Я тоже. Они все как будто играли роль. Они еще как будто все разговаривали, и когда мы зашли, резко такие, доказательство, что мы живем в матрице. Ой, да мы изи разгадаем. Пять минут. Так, все, ищем подсказки. Погоди, это ядерка. Давай стол перевернем. Прикинь, нахуй. Заходит, а тут все перевернуто, и мы стоим вверх ногами. И камера вот сверху. Мы пришли за вами. А мы не боимся вас. Здравствуйте, Сергей Балович. Свой самый такой подготовленный, засмотрел. Вот все правильно. Знаете свою задачу? Нет. Какая задача? Искать? Ну, сначала надо спуститься в неспальницницу. Ну, пойдемте. А потом мы там дадим вам задачу. А, ну все тогда. Идем по лесу. А глубину 65 метров. Извините, еще раз, а как вас зовут? Напомните, пожалуйста. Меня зовут Сергей Балович. Брат, ну вот в таких легкие 10 часов Майнкрафта, как тебе? Саныч. А? Смотри-кась. Авось, да не бойся. Не бойся, да авось. Опа. О, пацаны. Мне больше ничего не нужно, кроме как... Пятьсот двадцатый. Ответь восемьдесят третьему. Пятьсот двадцатый восемьдесят третьему. На приеме. Алло. Мне одну пепперони и четыре сыра. Ответь восемьдесят третьему. Сыр номер тунг. Сыр номер. А что вы конкретно ищите, ребята? Можете еще раз повестить? Мы ищем азбуку Морзе. Морзе? Ну вот вы уверены, да? Чисто исходя из моей реакции вы так вот решили. Ой. Я тоже испугался. Смотри. Число восемь. А, нет, не все. Семь, восемь, девять. Подожди, так получается о будущем можно сказать не азбука Морзе, а что? Календарь, где написано семь, восемь, девять. Семьсот восемьдесят девять. Пятьсот пять, семьсот восемьдесят девять. Пацаны, я вас люблю. Пацаны, я вас люблю. Если бы я смотрел, у Сона первое, что мне бросается в глаза, это восемь. И так как мы читаем слева направо, то восемь, семь, девять. Ну смотри, обычно в квестах как октябрь, это первое, значит семь, ноябрь восемь и декабрь девять. Я думаю, что это восемь, семь, девять. Первое, что бросается восьмерка, второе, слева направо, мы читаем восемь, семь, девять. Получается у вас какое число? Пятьдесят пять, восемь, семь, девять? Парни, а какой у вас любимый бренд спортивной одежды? Че-то и стройся быстро. Адрельс. Банан, запоти один, пожалуйста. Мы выезжаем. Он написал, будьте устоложны. Первая магистральная, восемь, стройни 30, это отгадка. Ребята еще даже в бункер не приехали, а мы уже едем на следующую локацию. Да, и ехать нам час. И смотрите, это доказательство того, что качки не тупые, потому что я качок и мы уже выигрываем. Сергей Палыч, вы такой комфортик. Это пугает, у меня кластрофобия. А тебя не пугает, Лех? Ну, мне страшно. Ты хочешь сказать, что мы приехали не на тот адрес и это вообще... Что он думает? Сука, как стрёмно. Чувак. Не надо хотя бы время сейчас поднять, что такое. Календарь. Как будто он должен был висеть, да? Я календарь сентября. Восемь. Красным отмечено восемь. Наверное, синим будет восемь, семь, девять. А, вот и цифры наши. Восемь, семь, девять. Все. 55, 85. А синим есть? Так, оно нам... Вы меня не на шутку испугали. Имитация как раз вам помогла найти его. Это была имитация удара? Да. Прикольно было бы в реальной жизни ощутить. Нет, не прикольно в плане... Блин, страшно очень, я хотел сказать. Давай заберем, давай заберем. Просто заберем. Пошли. Да мы эти загадки щелкаем. А зачем банан? А когда у меня там для вас есть подарочек? Сейчас мы откроем конверт. Адрес с ошибкой. У нас все четко сложено. Ну мы теперь все осознали, мы все поняли. Ну давай тогда... Давай выиграем, Лев. Давай выиграем, ладно. Только сейчас в кофей не зайдем. А вопрос? Дайте анекдот про двух клоунов. Не надо. Не надо, давай. Не тот лифт. Покойно, спокойно подойдем, то и расстанемся. Сергей Павлович, хорошего Нового года вам наступать сейчас. Спасибо. Будем, будем, сама стараться. Это не ядерная бомба, кнопка? Надеюсь, что надо. Для чего банан нам нужен? Походу, слышь, мы, походу, не разгадали. Она сказала, разгадали? Мы такие, да. Вот вам конверт. Можно просто цифру посмотреть. Это у нас координаты для приза, понял? У нас есть, что у нас есть? 55. 55, 8, 7, 9. На дворе уже ноябрь. Хотя, казалось, что только вчера было тепло. Ко мне уже постепенно начинает приходить праздничное настроение и ощущение Нового года. А какой, скажите мне, Новый год без колы? Кул-кола это вкусно, так еще и освежает, а самое главное дарит праздничное настроение. Помимо замечательного вкуса колы, есть еще также вкус фэнси и вкус стрит с натуральными соками апельсина и лимона с лаймом. Включите и вы свое праздничное настроение вместе с Кул-колом. С 1 ноября по 6 декабря покупайте стрит, фэнси или Кул-кола в магазинах Пятерочка. Регистрируйте чеки на сайте. Вот он перед вами. И участвуйте в розыгрыше. Все очень просто. Не забудьте зарегистрировать чек, и у вас будет возможность выиграть одну из трех машин. Смартфон, Apple Watch и куча другого добра. Ссылка будет в описании, а я потихоньку начинаю праздновать Новый год. Ну, продолжаем. Ну что, как у вас продвигается? Все супер, приехали вовремя. Все, готовы выиграть. Мы готовы победить. Наполните эти чайники. Деньгами по 100 тысяч. Они что сделают? Высосуют. Вы их опережаете. Примерно на пару часиков. В этой локации, в которой мы сейчас пройдем, прятан кейс. И где-то спрятан ключ. О нет. О нет. Сами понимаете, что ключ делать с кейсом? У меня ссылки. У меня в натуре есть этот ключ, но он дубликат. А нам нельзя пользоваться фонариками? Но у вас только один фонарик. Кто? Оператор? Меня зовут Александр. Все, что у меня есть, я доверяю этим страницам. Моя семья составила меня одного сначала. Это про меня? Сначала. Ну это х***. Вот он, я нашел. Красный. А я красный нашел. Но это не ваш. Куда синий спрятали? Пойдем, сходим. Сань, пойдем. Затанчи. Подожди. А вот этот вот. Вот, вот, вот. Вот. О, вот. Открыто. Да нет, туда нельзя. Пойдем, значит он наверху, Илюха сам носит. Идите отсюда. Поднимайся, сейчас мы догоним тебя. Ну иди реально, ну сходи наверх. Надо переговорить. Но мы же подожди. Но вы сами время тянете. Да подожди ты, а. Вы же понимаете, что секунда на секунду и приедет следующая команда. Иди сюда, иди сюда. Просто е***и туда его со всей силы. Вы их кейс спрятали, да? Чего? Чего за бред? Ладно, пойдем, здоровяк. Так нельзя делать. Я, по-моему, что-то говорил? Мы не докасались. Вот бы страхи какие-то сейчас нам. Саня, иди пока. Если вы монстряк, по-братски не пугайте. Вот кейс, все, я нашел. Я вас поздравляю, вы открыли кейс, но остался. Ключик найти? А вон монстр сидит. Блядь. Блядь, в виде кунг-фу панды. Блядь, зато то, что светишь, понял? А вот. Вот тут ключ в горле. Это я точно не ожидал. А как там будет это, что, погоди, они говорили вот так. Подожди, оповещение о том, что открыть комнату. Вот это. Блядь, как это? О, я же говорил. Ух ты, смотри, они меняют это. Нам здесь надо ключ найти, да? Так вот он тут. Ну, стоять. Вы не местные, да? Двухместные. Я могу открыть этот камин, чтобы туда пролезть. Ну, справедливость радио тоже можно. Ну, перед этим надо разгадать загадку. По поводу... Что? 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 По поводу того, что, ну, подготовился, типа, локацию подготовил. Он просто в гугле загадки сейчас ищет. Ну, просто вот этот перформанс с камином я придумал буквально пять минут назад. Кто по елкам скачет и взлетает на дубы, кто в дубле орехи прячет, сушит на зиму грибы. Белка. Кроты. Я засчитал это неправильно. Следующее. Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. Ну, не надо, да ты гидроцефайл. Я уже открыл. Ну, нет, ну ты еблана. Ну, я открыл. Ну, что ты хуй не страдал? Да ты хуй не страдаешь. Какие-то наши загадки задает долблёбский. Я открыл. Я по дереву стучу, червичка достать хочу. Хоть и скрылся под корой, все равно он будет мой. Правильно. Хохотун Егорка взялся за уборку, в пляс по комнате пошел, оглянулся чистый пол. Мой дозыр. Веник. То же самое. Не ездок, а со шпорами, не будильник, а всех будет. Молодец. Течет, течет, не вытечет, бежит, бежит, не выбежит. Струя. Река. Не вытечет? Ладно, руки вам сказал. В принципе. Ну, что ж, друзья. Откуда она у меня в руках? Что это такое там? Это тигр. Китса, китсуня. Помните, я вас спрашивал за счет спортивных брендов? Что думаете? Пума, Пума. Пума, я обожаю Пуму. Пуму, я люблю Пуму. Ключик висит у нее на шее. Вам нужно его снять. А, Пума, Пума. Ой, она волнуется, она когти выпускает. Я домой. Ой, она очень большая. Да. Блин, а знаешь, как страшно они шипят, у меня такое было в жизни. Давай за хвост и тяни ее, я буду бить. А, надо игрушку какую-то ей. Цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп-цеп. Пума, Пума, Пума. Пума маленькая, сладенькая. Очень красивая. У тебя есть резист на режущий урон? Китсутя, китсуня, китсуня. Давай песенку какую-то спаем про кошек миленькую. Маленький ты мой, котенок. Как будто не работает. Мы семь с тобой на них уже. Ребенок, и еще Париж где-то в облаках. Котенок, пусть все говорят, ты не для меня. Котенок, ты везешь со мной на моих руках. Ребенок, и еще Париж где-то в облаках. И самый удобный момент. Вас как зовут? Ну ладно. Тихо, 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 тихо. Ой, ты какая кися. Хорошая какая. Не хвост, не хвост. Не, она попу не очень любит, когда ее трогают. Погло, почуете ее, пописка. Пописка, потиска. Маленькая киса любит молочко очень сильно. Блин, плавно уходим, плавно уходим, плавно уходим. Ты еще такой ребенок. Не шуми, пожалуйста, она не любит. Я опен. Откройте нас. Я понял, теперь надо тут миссию решить. Я снимаю. А они уже приехали, что ли, ребят? Шли вниз. Вы нахерили? Но они уже открыли сейф и ключ. Вы получили цифры? А можно сломать нахуй сейф? Осторожно, предупреждаю. Он, наверное, не хотел, чтобы мы это говорили. Но здесь будет все очень тихо, а там будет чуть страшнее. А, мы не сильно опаздываем. У вас еще есть шанс победить. Вы по факту отстаете на минут 5. Реально? Да. Ну, у вас есть желание победить? У меня да. У тебя есть? Да! Честно. Можно меня с меня идти? Ну давай выиграем, за*** ты. Давай выиграем. Я пришел сюда выигрывать. Ну и че это сейф? Ой, не сейф, а этот, кейс. Открывай, я в группу не полезу. Вот он! Открывать его? Нет, его нельзя открыть, я говорю, что ему нужен ключ. А если сломаю? Давай, Леха, победа нам нужна. Хуй меня вообще на победу. Поскольку они уже успели пройти, вы можете проходить в комит. А почему они так долго ехали? Какого хуй там код? Блин, а че там будет? Андрюша, иди сюда. Тут еще страшнее. Андрюша, ладно, это просто кошечка. Я боюсь. Смотрите, я вам дам небольшую подсказку. Че за хуйня, какая пума? Блин, она опасная, но не столбун. Ключик у нее находится на шее, и вам нужно с шеей ее забрать ключик. Блядь. Иди посмотри. Просто посмотри, как это выглядит. Меня хвост пугает. А че она мертвая? Ты убил пуму, ебан? Привет. Опа. Базара нет. Привет. Ну ты же добрый, явно. Ну? Андрюшка, иди ты, от меня собакой пахнет. Она, наверное, чувствует это. Ты пилел? Да, да. Точно? Да, да. Клянусь. Нет, давай, давай. Ну, Андрюшка. Я вас очень страшно. Баю, баюшки, баю, не ложись на ко... Стой. Я боюсь тебя, киснуя, не кусай меня, пожалуйста. Ой, не бойся. Я сам боюсь. Очень сильно сильнее, чем ты. Она начала злиться. Скинешься, начинаем делать. Наверное, это вообще типа изи, по идее. Сейчас. Можно вам вопрос задать один? Это недовольство она высказывает? Да? Давай деньги дадим. Сколько у тебя есть? Пять тысяч. Давай. Хозяин, хозяин. Дайте нам ключик, пожалуйста. Это между нами останется. Нам же не сказали, каким образом можно получить ключик. Это тоже круто будет. Пума, смотри, сколько корма тут в код. Ух ты, еб. Сколько игрушек можно купить и мяса. Хочешь мяса? Ух ты. Какая она пушистая. Он сказал, что сейчас что-то скинет, блядь. Какой-то ребус. Я предположил, что это инвейшн, но хз, типа просто, знаешь, как компьютерный клуб. Ну а что это еще? Вот спортзал, клуб и печатная машинка. Спортзал с печатной машинкой. Как печатная машинка может называться? Она немецкая здесь какая-то, не знаю, это имеется. Надо пробить. Это шифровальная машина. Это не печатная. Это шифр. Шифры делает. Шифр, просто. Это шифровальная машинка. Ночной клуб и шпионская шифровальная машинка. Может, у нее какое-то название есть? Пробей. О, Энигма это не клуб случайно? Подожди, стоп. Ну, это тогда просто шифровальную машинку могли бы скинуть и все. Ну, так это вот, типа, знаешь, как... Энигма. Да? Все, поехали. Едем, едем. Да, с бассейном. Едем, 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 едем. Она очень милая. Она как из икей. Давай скинемся. Первый ножниц. Су-е-фа. 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 Первый ножниц всегда. После каждой. Бля, я так не умею. Я не могу думать в такие моменты. Я вам так говорю. Они уже угадали следующий ребус. Они сейчас едут на следующий локас. Вам нужно просто взять яйца в кулак, подойти и забрать ключ. Она же гавкает. Хочешь, я залезу? Давай. А я перейду. И погладь. Первый ножниц, а дальше что угодно. Су-е-фа. Су-е-фа. Давай, давай. Андрюха, просто бери, она не кусается. Это же дрессированная по-любому. Просто она не кусается. Погладь, погладь и возьми ключик в шее. Бля, ты, ладно, охуя, ты уронил, бля. Это не я уронил. А кто? Андрюха, мы за тебя проиграем сейчас. Извини. Извини. Тихо, извини. Она, дрессирование, погладь, погладь. Я гладил, и вообще ей хорошо. Я не могу поверить, что она такие звуки издает, и я могу ее погладить. Ну погладь, она ничего не сделает. Только не за попу. Вот подальше. За попу она сейчас начнет тебя х***ть. Можно просто взять? Ну давай, давай, ну ты чё? Даже я могу, ну, камень, наверное, что мага решит, что ты будешь. Она очень злится, чё? Бля, ты какой сиклона. Тебя могу погладить? Привет. Это пума, точно? Нет, это адидас. Мы с миром. Я люблю кошек. Привет. В принципе, вы уже сблизились с ней, я могу вам сказать то, что ребята сняли два ключа. То есть, они взяли и два ключа забрали. Наш ключ? Ну да, они просто сняли два ключа. Так, а что нам делать, если они два ключа сняли? Мы ненавидим собак и мышей. Фу, мыши отстой. Мыши лохи. Кошки клевые. Я уже вроде как говорил, что нельзя трогать чужие объекты, но ладно. Я это мог прочитать и взял дополнительный ключ. А я пасть открыл, уже залез внутрь. Ключа нету. Руку туда засунул, всё. Я голову в пасть сейчас засунул, ты не видел. Я тоже. Так уже одновременно это сдал? Да, да. Вот он ключ. Опа. Нет, скалолазание какое-то сейчас будет. 8,65. Ты тебе цифры запомнил? Вы получили широту. Соответственно, вам осталось получить долготу. То есть, все эти цифры плюс это равно широта? 55, 879, 8,65. Вам ещё 8 цифр. Какие цифры там были на календаре? Ну, ты примерно так и сказал. Так нам нужно непримерно. Ты примерно уедешь куда-нибудь в Дагестан. 8,75, 5,879, 8,65. Последняя цифра это Invasion будет, понял? Поехали. А вы знаете куда ехать? А, не, не знаю. Ну, куда-нибудь поедем. Качалка, блядь. Качает, на... Что? Как это понять? Что это такое? Печатная машинка? Или это что? Или это азбука Морзе? Андрюх, мы едем сейчас в спортивный зал, потом на концерт, потом печатать. Смотрите, это следующая ваша локация. Это название следующей локации. Спортивный зал, концертная площадка или что-то дискотек. И печатная машинка. Что за печатная машинка? Посмотри, она жалудовая. Название у нее есть. Типографическая машинка? Нет, прям определенное название. Фильм даже выходил. А, это про гея, который немец. Который кот изобрел. Фитнес-клуб Enigma. Удачи тебе, Excel. Мы пошли побеждать. Фитнес-клуб Enigma. Фитнес-клуб Enigma. Ох, хочу этот финал, когда у нас машина сядет прям на подъезде к финальной локации. В этом испытании нужно будет найти ключ в большом бассейне на глубине 5 метров. Кто сделает это первым, получит фору в следующем этапе. А также этот ключ открывает кейс, в котором лежит конверт. Для начала небольшая экскурсия. Там есть акулы? Безусловно. Даже более опаснее. Там акваэробика сейчас проходит. Турбулентно, сильная, значит, под водой там. Безусловно. Значит, друзья, сейчас небольшая экскурсия для вас. Здесь представлено различное оборудование. Для водолазных работ. Здесь у нас представлены различные экспонаты. Да. Можно печенье? Печенье, конечно, можно. Сейчас до конца экскурсия проведу. Присядем, и у вас будет возможность и чаек попить во время проведения моего брифинга. А под водой можно попить чаек? Под водой чаек попить не получится. А правда, что если под водой дверь поставить? То что будет? Воздух. Давайте сейчас пойдем в большой зал и присаживайтесь на свободные места. Акулы будут? Что, ты боишься? Да. Да ты с ума сошел? Здесь фитнес-клуб. Какие нахуй? Ты как к губке Бобу относишься? Ты бы хотел рецепт красить и крабу? Закрой глаза на секунду. Вот это... Здесь фитнес-клуб по совместительству океанариум. И акула-нариум. Да. Спасибо. То, что подыгрываете. Ваша авторитетная «да» поставила такую жирную точку сейчас в уверенности Андрея. Ну, по нему видно. Туалет есть у вас? Буквально 20 минут ты сможешь потерпеть? Когда костюм наденут, отдай. Тонет синий, команда и красный. А кого спасете? Я смогу предоставить безопасность двум людям. Итак, внешне может кто-то приятнее, кто-то более тяжелый, например. И надо будет найти ключ. И поскольку участвует подноучек с командой... Можно я, Леха, пожалуйста? Да-да, ладно. Можно я, Сань, пожалуйста? Ты очень хочешь? Да. Ладно, иди. Серьезно? Да. Вы погружайте. Я погружаюсь. Надеюсь, я выживу. Я не по-кому просто. Эй, парни! Внимание сюда! Как мы будем грабить этот банк? Данила, водила, ждет нас у входа. Мы, притворившись уборщиками, устраиваемся на работу в банк. Ты уборщик. И ты уборщик. Я не умею встраивайтесь. В то время я подъезжаю на фургоне. Я вас дам. Поменяй мне роль, либо я вас дам. И как только вы даете мне команду, я вам... Все уезжают на фургон. Пацаны, мы сделаем реальный куш. Только если вы готовы к этому дерьму. Как ты снип. Но я пойду. Мы зарабатываем реальный куш. Едем уже. Все понятно? Прочнее, как будто я суперсильный, не знаю, к чему, завалил. На руках. На руках. Выйди на руках. Выйди с ним. На руках это так? Все, ты устранен, придурок. Больше веди себя нормально с этим человеком. Он порвал тебя, да? Мне так вот кусается стебель. Он порвал сейчас? Да. Подними его вот так, на голову. Подними его головой. Раскрути, выкини его. Ладно, извини, чтобы я тебя обидел и попил. Прошу заметить. Костюм у человека специфический. Кажется, сегодня красная команда проиграет. О-о-о. Специально. Давление что-то. Специально, да. Типа плавник какой-то? Да. Совершенно верно. Чем коцнее снаряжение, тем опытнее дайвер. Во! Домой. Ты представляешь, ты вышел в новом дедовом костюме, ну, как лох. Ну, я и тоже не в новом, мужики. Ты его пока подотри, подотри-ка. А он еще старее. Надо срезать его на все равно. Ты что, Саш, суперсык? Подними его, попробуй. Попробуй, подними его. Я подниму его. Давай. Так, сынки. Сегодня мы будем отправляться под воду. Ты готов или нет? Я не вижу в тебе прыти. Покажи мне ее. Готов. А ты еще что за камбала на этом корабле, блядь? А ты еще что за шлепа? Вон судно. Я капитан. И от волнения какать хочу всегда. Ты у нас не только... Там, Сац, ты у нас расы начнешь. Ладно. Есть тонкий нюанс. Ты на сквиберда похож. Ты отводишь. В общем, поскольку дайвинг это не совсем безопасная штука. Да ладно, прыгай. И те, кто первый раз это пробует, они не могут это сделать. Ребята прошли небольшой курс. Молодого акваломериста. Чтобы научиться все это делать. Я себе иначе это представлял, но, короче, это непростой процесс. Поэтому мы сейчас начнем, собственно, нашу основную. Я не п***ю, как коришь, побьешься. Леха. Леха. Леха бы сюда электронку встроил и курил бы ее. Короче, я прячу ключи. Я думаю, что один спрячу в этом уголке, второй вот в том. Это синий ключ, который нужно найти горилле. Сейчас пойдем скинем красный. Андрюх, вы суй. Андрюх, суй. Вишневая. Пашка. Покажи, как тебя прет. Все, мне надо победить. Ну давай, давай. За Леху. Леха мой лучший друг. Ради Лехи. Если кому интересно, боюсь ли я умереть сегодня, я не боюсь. Да, 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 да. Сейчас давайте зажмите верхнюю кнопку, серенькую, да, и садитесь на коленочки. Объективно, это тот самый момент, когда вес не на нашей стороне вообще. Давай, мужики, они уже поплывели, походу. Это с этой скоростью мы закончим, б***ь, через месяц. Когда вода высохнет. Да. Я даже не понимаю, как за это болеть. Типа, знаешь, за такую скорость. Это очень скучное испытание. Давай, давай. А ты слышишь или слышишь? Конечно нет. Давай. Не, 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 ты прямо. Тихо, тихо. Он его за ногу цеплял. Сколько процентов без подписки смотрит твои? Довольно-таки много, друзья. Вот я хочу заговорить о таком моменте, то, что на ютубе появилась такая функция, как шорцы. И в последнее время контент-криэйторы, к которым я, ну, положительно отношусь, они собирают огромное количество подписчиков из-за шорц. А я не собираю, я горизонтал. Докажите то, что вы реальные горизонталы, а не какие-то там вертикалы. и подпишитесь на мой канал, потому что шортеры просто, ну, задушили. Кто не поспешил? Те, кто подпишется? Нет. Молодцы. Кто подписывает на шортеров? Те, кто на шортеров? Я ничего не имею против шортеров. Побок обгоняет. Ну ладно, пошел помогать. Ты же реально деньги заплатил, как за полный вход. Забрал ключ? Подводный договорняк. Я судья верхний, засек подводный договорняк. Отправьте туда пару рыб. Не, Данил. Я так скажу, ну, не понимаю, что... Я уже сам себя сталкиваю. Не понимаю, что красная команда будет делать. Но я как-то так постоять, поскучать за 100 тысяч вполне могу. Как бы, если что, там это звонок есть. Ладно, Витек тоже не расслабляйся. Камерку его вот прям. А где у тебя нет ключа? Да есть у него. Есть у него, все, я видел. Мы там под водой так друг друга прожаривали, вы видели. А где... Где твой ключ? Хороший вопрос. Я говорю, что подвел меня здоровяк. Стой! Логи! Давай, давай. Я лог. Достой, огромный, огромный пузо проплывало. Я в эту секунду начал задыхаться от смеха. Там подсняли акулы с десяток. С десяток был? Пираньи рой. Рой первый. Белый кит все на меня. Ага. Я им просто, мужики, не сегодня. Ну, они свои дороги, точнее. Короче, я знал точно, что со мной дух кореша где-то. Он не был. Я знаю, что Леха меня не предал, он не уехал домой. Вот это просто потерялся немножечко. Надеюсь на это. Да, блин, и ключ. Не показывай ему, что он узнает. Вот, 37. А, вот так было? 37. Подожди, нас что, Леха не предал? Леха не уехал. Привет. Надеюсь, ваше путешествие хорошо проходит. Не знаю, какой подсчет дам вам подсказку насчет какая именно будет следующая локация. Соответственно, это место, мы как-то раз там дважды играли в боулинг, один раз на мой день рождения. Надеюсь, уже на этом моменте вы вспомнили, что это за место. Это ТЦ какой-то. Где мы на лошадях катались? На повозке катались. Ну, это где картинг? Да, да, да. Также мы там участвовали в гонках, когда собирали машины. Блядь, ТЦ на не помню какой. Вы уже должны были вспомнить, как оно называть. Не помню. Какая именно локация в названии этого места есть животное, которое очень любит есть бамбух. Оно довольно-таки круглое. Пандапарк. Оно довольно-таки круглое. Надеюсь, вы не боитесь высоты. Что? Пандапарк. Это веревочный парк. А, веревочный парк, походу. А, Пандапарк, ебаный хуй. Все, едем в Ремьеру. Сейчас быстро едем. Леха, подожди. В следующем испытании одному из участников команды нужно будет забраться на стену и снять с вершины конверт на скорость. А второму также на скорость пройти полосу препятствий на большой высоте и также на полпути забрать конверт с цифрами. Ну, а мы сегодня в веревочном парке. Инструкторы, здравствуйте. Леша, 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 Леша. Инструктор. Самый смак собрался. Угостись, мальчик. Ай, пусто, пусто. Кто из вас будет скалолазом, а кто из вас будет проходить полосу? Леха скалолазом будет. Вот там, где панда нарисована, для скалолаза. Это смертельная. Вы будете, да. Там еще никто не добирался за всю историю. Инструктор, правда? Да. Покажи. Как инструктор, он говорит, что там никто еще не добирался. Я не человек. А это вот осталось от тех, кто пытался? Там вы стартуете одновременно. Две команды. Первый, кто залезает, получает лопату. И также тот, кто... Та команда, которая первая пройдет, это также получает лопату. Скалолазы? Так у тебя плохо. Кто из вас скалолаз в итоге? Ты? Я скалолаз. Ты против гориллы. Но ты стартуешь на 5 минут позже. Вы видели вот это, пацаны? И вот это. Ребята, я вас накормлю от всей души. Просто на всем вам. Кроме операторов. С операторами тоже. Это надо было начинать. Просто... Первое, второе, компот. Это панда оху... Сейчас я тебе сразу говорю. Ты со спортом на ты? Я мало... Я только слышал, смотрел ролики на ютубе. Ты же вот так пойдешь? Куда ты? А почему, кстати, горилла так не передвигается? Ты. Ну, спадался чуть-чуть. Он все детство так передвигался. Он эволюционировал. О, стиль. Имеется. Выиграет та команда, которая первая достанет конверт и отдаст в руки своему тиммейту. Нельзя кидать. Просто вот так вот. Подошел, передал. Все. А есть тут какой-то ебанутый оху... Оператор, который x2 зарплату получит? Если полезет вот так вот. И с ними параллельно. Давай, нахуй. Да ладно, нет. Это Илья Эксайл и мой новый ролик. Битва за лопату. Возможно, с тех, кто не понимает. Я себе приз лопата, что нынче на ютубе. Но лопата нужна, чтобы раскопать вклад. Ну, а там, соответственно, вы понимаете, что... Итак, что, вы готовы? Сожми этот бамбук. Сожми этот бамбук. На старт? Сожми бамбук. Внимание. Маш, поехали. Пошел, пошел, пошел. Леха, вперед! Пошел, пошел, пошел. Не чувствуешь. Леха, не смотри вниз. Шире шаг, шире, шире шаг. Вы, кстати, одновременно... Нету, там нету на ноги, нету. На руках лезет ему. Он на панду наступил. Леха, давай, догони. Догони, давай, догони. Он сейчас упадет, клянусь. Прыгай, 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 не бойся. Он тяжелее, блядь. Давай. Да, да. Мне за линией сказали за линией. Все, наебал, наебал систему. Он просто быстрее вниз спускался, потому что он тяжелее. Я быстрее конверт сорвал. Не фак. Ну, он быстрее, по-моему, взял. Посмотрите, ну, раз, раз, блядь. Да, по***й, мы выиграем сейчас лопату. Мне понравилось, что в какой-то момент горилла, как Кинг-Конг, у него ногами не было где-то, он просто руками вот так вот лез. Ну, что я хочу сказать. Победила синяя команда. Так он тяжелее просто в два раза. Кто тебе мешал есть? Свободное время сходи, поешь. Ладно, реально, про***ли. Если ему тяжелее было спускаться, подниматься должно, значит, быть легче. Смотри, какие мышцы, ебт. Я быстрее конверт сорвал. Данила быстрее конверт сорвал. Данила, я так сказал, Данила быстрее сорвал. Давайте переходим тогда. Он умеет копать. Он и бабушку закопал, когда сбил на машине. В середине маршрута у вас будет закреплен конверт, вы его не пропустите. Вы передаете человеку конверт в руки, также находящимся вот там вот в синей зоне, и все. Получается, та команда выиграла и получила координат. А мы, поскольку нам сказали, что маршрут проходится быстрее, чем мы ожидали, мы все это вместе пяти минут даем фору две минуты. Ну, чтобы не слишком разгром был и не слишком очевидный. Поэтому, пока Саня начинает, две минуты Андрюха просто стоит. У меня как у Ингриберс брови хмурится из-за этого шлема. Действительно, что я могу вот просто подняться и встать прям на какой-то штуке и не идти. Меня может это застанет. Ты заряжен, да? Я думаю, что я при... Все, продели его, второй карабин. Перестегиваем, он открывается нажатем. Пристегнули, проходим дальше. Понятно, придурок? Запомнил очкарик или помочь тебе, маминкин сынок? А? Без мамкины сиськи не можешь, да? Это армия, чувак. Армия США. Я чувствую давление. Yes, sir, yes. Что, молочка не можешь попить, да? Поладжался, сынок. Поверь, в этих условиях еще я добрый. А что думал, жизнь будет сладкой? Поступишь на программиста и все. В Гарвард, да? Нет, чувак. Поладжался, твою мать. Без мамкины сиськи не можешь, да? Так, ну что ж. Говорят, это совсем не страшно. Высота это. Что вообще страшного может быть в высоте, да, мужики? Ничего. Я пить хочу, есть хочу. Я хочу, не б***ься. Ой, а здесь я не такой храбрый. Подождите, а никто же правильно не проходил эту полосу препятствий ни разу в жизни? Чего? Ну все просто умирали на посередине. Там было проще как будто. Ну ты понимаешь то, что тебе сейчас нужно сделать по факту невозможное? Потому что без лопаты вы, ну... Я выиграю. Ты выиграешь? И это сто процентов. Я уже прескочаю. Я в тебя верю. В то же время логично понимаешь, что он проехал. Но я не уверен, что мы быстрее доедем. Потому что горилла очень быстро ездит за рулем. Потому что мы клад выкопаем быстрее. Ну смотри, прикол в том, что ты, если еще первый проходишь, то ты первые получаешь возможность уехать. Сразу бежать можно? Да. Ну, снять страховку хотя бы. Страшновато, честно говоря. А походу, что у меня моноцикл. Надо уметь кататься. Сань! А, удачи! И тебе тоже. Ты готов? Да. Раз, два, три. Погнал. Ёбанер, вот его все. Нормально, нормально, нормально. Не торопись спокойненько. Делай свое дело, Сань. Б***ц твоем. Вниз не смотри просто, спокойно иди. Да я вниз вообще не смотрю. Мне это не надо. Ох, мама. Все хорошо. А какая трасса сложнее, если так чисто раскинуть? Ну, они абсолютно одинаковые. Вот и все, чтобы не было как бы потом претензий. Ой, а здесь что делать, я вообще не понимаю. Страшно. Нормально, нормально. А здесь как? Что я здесь должен делать, я не понимаю. Я должен с боков обходить? Ох. Вниз не буду смотреть. А сколько дети разрешено сюда детям? Детям только взрослые. Реально? Да. Самый старый. Минус лайк. Только олимпийским чемпионам вроде погибло. Сколько время? Час 32. А, осталось? Минута. Но он только второй элемент проходит. Мамочка. Мамочка, ёбаный. Красавчик, не торопись, молодец. А, уж не упал. Я делаю колу every day. Какая ваша любимая песня, Моргенштерна? А он уже пи***ц далеко ушел. 40 секунд у тебя осталось. Я выигрываю вообще на изи. Можно мне глаза завязать? Давай. 10, 9, 8, 7, 5. Ой, нет, слишком пиздать. 4, 7, 5. Безы. Стартуй. Андрюха стартанул. Андрюха идет побеждать. Ебать в рот его. Э, у меня отстегнулся ремень что-то. Слышь, Саль, ты если сядешь, она просто натянется у тебя и все. И будет ощущение уверенности, что не падает. Да не, это не так просто просто. Да, я знаю. Поэтому я не пошел туда. Блядь, тут провода электрические. Что-то страшновато, честно говоря. Вот это пи***ц какая. Прыгай, просто прыгай. О, блядь. А почему здесь инструкторат на страховке, а мы нет? Не понимаю, как здесь пройти. Нормально, ты его делаешь правильно. Просто быстрее, не парься. Вот это довольно неприятно. Я знаю, каково это, мужик. Изи. Брат, честно, ты почти его уже догнал. Честно, не очень понятно. А вы за сколько эту трассу проходили? Вот личный рекорд. Да я не проходил ее. Умерли, да? Да. На середине. Но я так и знал. Ты сколько? Два маршрута прошел? Да. Саня прошел три маршрута. Мне нужна лопата. Делаешь, делаешь. Ладно, вниз я смотрю по. Так, спешить не надо. Молодец, Андрюк. Спешить некуда, только поторапливайся. Поторапливайся. Во рту пересох. Саныч, давай. Там хуйня осталась. Блин, это пиздец. Во рту сухо-сухо. Кстати, они не знают одну штуку. И ты, наверное, тоже сейчас знаешь впервые. В самом конце им нужно будет спрыгнуть с 7-миллионтовой высоты. Че-то кажется, Санечек поднастрел. Был. Но этого, по-моему, вообще даже в истории никто не делал в этого парка. Будет интересно посмотреть на их лица, когда они об этом узнают. Я много чего в жизни боюсь. Но не веревочного парка ебаного. Меня пугает то, с каким треском они проиграют. И то, что я не смогу придумать, как потратить 200 тысяч. Держись за свою страховку. Просто за свою страховку. Давай, давай, хорошо. Хорошо, равновесие держи. Все. Просто замечательно. Страховку нагружай именно свою. И сейчас разбегу прыгай. Спасибо за поддержку, блядь. Раскачка нам не нужна сейчас. Максимально. Давай, давай, нормально. Хорош, хорош, хорош. Мне очень хочется, чтобы одна и вторая команда получили лопату, чтобы был хоть какой-то интрига. Я изи, смотри. Хорош. Ну ты быстрее идешь, Андрюх. Ясно. Только не замедляйся. Я так смотрю, как будто Андрей увереннее проходит эту трассу. Конверт. А, он может упасть. Саныч, давай, там чуть-чуть осталось. Хорош, Саня, Саня, хорош, давай. Как по физухе, нормально выводишь? Я ничего не понимаю. Половину прошел, Сань, половину прошел. Саня, давай, битва за лопату. Блядь, не могу пройти. Андрюх, не надо, постой пока. Клади его в карман, Андрюша. Сейчас одновременно прям буду, за них у обоих останется по два элемента. Саныч, все хорошо. Саня, красава. Там невозможно упасть. Все, просто зероточься и иди спокойненько. Как хорошо, что я не полез туда. Не суетись, не суетись, нормально. Саня, как дела? Нормально! Тебе это легко далось? Нет. Страх присутствует? Да. Легкий разговорный страх. Саныч, понты осталось. Мне похуй! Ха, я смотрю в пол! Я не боюсь! Просто иди, Андрюх, ты молодец. Иди, иди. Блядь! Хочется остановиться вот здесь, в инсте посидеть. Андрюха, надо поспешить. Представь, что ты дикая белка на стволе. Че? Ничего. Андрюх, тебе надо торопиться, Саня уже на финише практически. Он врет, он не на финише, но торопись. Я не понимаю вообще, сколько еще? Это что, нахуй. Сань, красавчик. Брат, чуть просто стиснув зубы, по ***. И они всегда высасывали, они сейчас высаснут. Хорош! Андрюха, тебе вот это нужно, у тебя есть 10 секунд, чтобы пройти вот это препятствие. Андрюха, быстрее беги, вот эти начачки, беги просто по ним. Мне по ***. Блин, как же я легко пройду все. Чего здесь на этом сноуборде делать, ***? Ногами, ногами прям, просто держись за свой трос и все, и он поедет. Я плохо в балансе. А вот смотри, и за синюю, синяя веревка у тебя на поясе. Синяя, брат, синяя веревка. Да, 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 вот, подтянись, подтянись. Хорош. Бегись, Андрюха! Красавчик! Андрюха! Да? У него остался один элемент. Беги, Андрюха! Андрюха, быстрее, один элемент у него остался, у тебя два. Андрюха, беги! Делай, Андрюха! Беги, Андрей! Да мне п***. Я легко иду, я просто немножко пьяный, по ощущениям. Что это за ***? Велосипед, крутить педальки надо. Брат, понты! Просто понты остались! О, это вообще, Сань. Ты 10 тысяч раз проходил. Да я еб... Все, брат. Саныч, 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 Саныч. О, Андрюха, молодец! Сань, осталось последнее. Что это? Тебе нужно спрыгнуть с 7 метровой высоты. Бл***ь, да ну на. Спускайся с ним. Она меня держит? Да. Она меня задержит? Да. Задержит, задержит. На руки, мне при... Вот. Поймал конверт. Есть, ножопи шерсть. Вот он. Илюш, сосательных конфет, пацанам, раздайте кто-нибудь. Поехали, 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 ребят. Поехали, поехали. У меня есть одна конфетка для вас, отца. Вот это я боюсь. Я боюсь спуск. Там еще маты на ***. Очень страшно не прыгать. Подожди, я буду все время падать? Андрюх, она медленно тебя пускает. Очень страшно не прыгать. Я боюсь. кайф вообще не кайф собираются координаты едете но как клянусь я был уверен что я вообще не боялся этого всех у детская штука и за это территориальный отдел дедовск 50 километров короче мы приехали здесь еще нету легкие и есть план что мы сейчас выкапываем приз там одна яма оказывается где закапано все мы его выкапываем достаем обратно закапываем прячемся где-то за деревом они выкопают еще раз просто ход на ход вот мне очень хочется посмотреть как лёха будет копать посмотреть как они выкупы выкопают и выйти выскочит да и вот как буратино вот эту песенку спеть сейчас мы приехали в какой-то темный лес лают собаки ощущение что как будто бы мы сейчас труп какой-то будем закапывать я не вижу из-за света вот он вот он вот он и вот это сейчас плюс вайп сразу финал лопаты в руки нам и вопрос что там нормально там ямка ну что парни вы можете приступать ох я тут чернозема как бы меня сейчас бабушка с дедушкой отхуй селе просто вот так ногой делаю вот так вот вверх и в другое место просто и все слышу мы как на это на рыбалку с тобой надо червячков накопать а ты в навозе в детстве купался купался я родился навозе брат санышем территорию выровнять нужно эту землю покопать стаки земли нужно добыть майнкрафте гораздо легче я напоминаю что совсем скоро появится команда противников им еще нужно заехать за лопатами перекур сань и понимаю это очень сложно сигаретка есть брат ну как будто по центру где-то то есть это прятал ты прятал был по центру да я бы не по центру на борту это это не 5 даже не земля это глина блять горилыч давай ну и а вот смотри его твоя богатырская до корни и крупа корни вы бы еще вот так 10 метров в квадрате заходили горилыч ну ты самая сила бы тут пиздишь больше чем копаешь он не просто так это пиздит про звуку морза вы также угадали вы уже сегодня несколько раз меня пробили давай я с краев пойду без каких они еще приедут где тоже начнут копать а это чё за бумажка лопата чё по балам нахуй а так это это у тебя выпал код просто может знак это знак это у тебя выпало горилочка поем на уж парни никудышный вы на деревне вы работали на две лопаты сделай ну сделай просто просто для видео сделай я сто тысяч за это забираю где-то здесь слышь вот здесь похоже горилыч это я там капнул просто сколько физических сил надо потратить чтобы на выкопать яму а мы можем просто выкопать ее не там вы сегодня через многое прошли вы прошли через бункер под землей через пуму вы прошли через глубину и высоту пусть только сегодня сделали чтобы заработать убери убери стекляшка кстати интересный факт здесь андрей был как-то раз в это под землей а может песню какой-то споете вы иду в поле с конем по были ося ты ося вам нужно не в разных местах копать нужно централизованно идти в основе ну и что за ринг на совет только вот не так подсказчиков как ебать я готов копать до снимаем он и в рот что зареги подсказчиков просто стали вокруг и долбит нас на мы весь день лопату на хоть кто-нибудь пацаны как думаете его стак земли уже ябли помогай вот тут поднять мы вместе будем проще давай вот капони капли капли ага еще а вот он а вот этот суду ки давай 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 доставай а вот он тут а вот вот он думаешь да нет просто прогоняю давай давай вот тут говна кусок сейчас спину свою оставим вова пошла 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 организации сапоги купил он стоит смеется могли вообще без сапогу прикинь здесь своих корень имбиря там точно нет вот он здесь горелось с это с волхаком рубит вот все нашел конец вот отсюда нападение вот же он как говорит но я вам могу сказать так то что там где сундук находится вы уже это вскопали пацанам пять минут ехать пацаны ускоряем просто они уже приедут так сказать на скопа на и на хорошенькое на готовить лопаты будут лежать подожди горилла что давай вот так предположим вот ну самый худший расклад просто пацаны приходят брат давай не пиздим еще про мыс он будет стоять на душой черт этот ю представьте такой расклад то что это просто легка берет одну капку дает туда и сходу лопаты прилетает сразу вы ему не отдадите этот сундук никогда стук стоять стоять на характерный стук упираюсь сюда идет пойман зубами вырвано вот это дура а вдруг это в камень просто стук и этот камень сундук о прошу пошел хрум хрумыч вот он тихо вот он тихо я чувствую тихо 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 но не видеть его вот он вот 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 он вот его и деньги внутри доставай идешь со всеми своими каналами лайф не лайф вот они грязные разработаны на коленях стою вот чувствую что нами возможно вам сейчас эта новость не понравится но ну пацаны дома я вас на то что они сюда идет серьезно когда спасибо вам встань как-нибудь так чтобы если ты падал тебе перетаскивать не пришлось за такие приколы на зоне я вас поздравляю машину прятали просто хотел бы вас от всей души поздравить хочу сказать то что ваша команда гораздо больше заслуживала победу за сегодня я очень рад что вот у нас так просто хотелось чуть-чуть чтобы ты тоже приобщился редко когда такое увидишь но странно он мне дал видимо я больше заслужил сегодня я поздравляю команду синих и они становятся абсолютными чемпионами и выигрывают 200 тысяч рублей команда вот я данила я саша в очередной раз мы доказали то что против нас лучше не переть есть одна такая отличительная черта у людей которые хотят победить у них есть воля к победе желание выиграть и вообще какие испытания будут на ходу вот я такой человек у которого внутри всегда хочет выиграть и он такой же человек поэтому наша команда непобедима если хотите ставьте против нас парадеевич и вот этих американских шпионов хоть два хоть четырех парадеевич и поставьте невозможно здесь в испытаниях к сожалению я уверен к сожалению равных нам нет странно вот типа соком обогдали я достал вот соком давай эквивалент нормально или подписчики рассудите вам понравилось ты понимаешь что что испытал новые эмоции и я дайвер сейчас а я панда недоверие да да ёб твою мать что здесь землей а вы дорогие друзья если вам понравилось подобный квест можем еще что-то подобное провернуть давайте илья сделает подобное видео только команду же будет условно штук пять ну штуки четыре ладно хотя бы три на одной сойдет что-то больше там условно даже может чтобы мы куда-то улетели типа где-то где-то найти какую-то записку на эвересте на сахалине например где-то там на маяке но или в мурманске например в бане какой-то найти первый экспириенс дальше как говорится больше спасибо илюха что позвал нас так или иначе спума испытание было если вам понравилось обязательно поставьте лайк и подпишитесь на мой канал на телеграм и ребят помните вперед горизонталы вот как нигде мы уже не раскапывали просто для понимания дай для понимания вайба что это вообще за за жизнь на нечет не выкапывается что-то скапливается на мои червячки вот то что в кайфу в комментариях пишите это одно а то что вот здесь на деле доказать это другое поэтому пишите самые лучшие комментарии наш как можем завершить я просто сейчас и лопаты подождите а кто ответственный за лопату хотелось прикол такой в кино забыл воспомнил так что но я первый выиграл лопату а чё такое ладно все